Я готов. Начинается второй тайм. Начался немножко с фольстарта. Потому что не готова была операторская группа на съемке. По техническим причинам. А судьи готовы смотреть и видеться, правда? Ну, счет 7-2 в пользу ЕСК. И, ну, я бы сказал, что, наверное, исход поединка в общем и целом ясен. Вопрос только в том, хотя, на самом деле, Триумф такая команда, которая может еще и переломить во втором тайме ход поединка. Ну, в прошлом матче, какой у нас счет был, Пласть? 4. 13-7. Не, я имею в виду 13-7 счет был, а имеется в виду после первого тайма. По-моему, 4-0 было. Или больше. Я уже, честно говоря, боюсь ошибиться, поэтому не могу сказать точно. И вот каким-то образом на дальний. Нужно, нужно замыкать дальний встанк. Особенно при такой разный встанк. Возьмите. Взяла? Хорошо. Немножко сам так вообще не знал, что делать, бить или прорываться дальше вперед. И поэтому мяч потерян. Сразу же пытается уже настигнуть его. Ну, цупор, ну, увы. Чуть-чуть не хватило скорости. Мне кажется, какая-то все-таки усталость присутствует сегодня. Триумфа. Реактивно обрелся пасочник, но ручка в силе недавно. Пройти сразу же. Вот, мяч на Петровского. Пробивает. Картышкин заблокировал, кстати. Ту часть у тела, которая находится пониже спины. Приближаться начали к воротам. Все-таки. ЕСК. Что и... Триумф, господи. И в первом тайме старт был довольно-таки бодрый. Триумфа. Ну, посмотрим, как дальше сложатся события. Не дает. Не дает. Передача. На лутцу. Широко. На лутчика. Там подработал закалюжный. Сегодня закалюжный в роли холодного оружия. Очень с таким аккуратностью, грамотно. И подыгрывает последнего защитника, который страхует команду. Но, на удивление, очень хорошо это работает. И вообще серьезный настрой, я бы сказал, был ЕСК. Мне так кажется. Пробился длинного опасного щука, но уверен, конечно. Можно бить, в принципе, да. Выше ворот пробивает на зубок. Трирует на своей половине. Пока что ЕСК ищут они. Возможно, следят так. И, возможно, я думаю, что вытягивает стараться. Повытягивает. Вот мы видим сразу ей рывок. Но Троцюк не успел. На них, я бы так это сказал, не похоже. Не привык я видеть такое ЕСК, честно говоря. И это круто, потому что они ответственнее относятся к этой игре. А это плюс. В любом случае плюс. Руссак. Петровский. Днеборфокин простарел. Спокойно загни. И так. Лакер. Мы видим сейчас. Ярошенко как вырывается, но... 1-1-1-1. Хороший момент. 1-1-1. Практически упущен. Господин, а... Немножко с приемом что-то там не то произошло. А это да. Диагональная передача шла на Вадика, но не прошла. Яков. Носу. Узковато они расположены. Не знаю зачем. Интересно у него как метод контроля. Да, останавливает мяч. И тем самым многие не готовы в это поверить. Домой, домой, Ваня, домой. Петровский, можно дальше. Никто не раскрывается. Вот нету зон для открывания. Вот первое открытие. Не получилось, увы. Мультинастигнуть этот мяч. Тут сейчас немножко неразбериха, но опасенник оставляет мяч в игре. Ярошенко его там плотно встречает и не дает. Ищу побороться. И угловой. Зарабатывает Ярошенко. Тут предпримет сейчас. У него будет прострел. Не совсем удачнее. А вот не взрывается как-то триумф. Хотя казалось бы, все возможности у них были сейчас выскочить. Резко стартануть. Свободная зона. Хорошая атака, но Трастюк не устоял на ногах. Яков. Очень уж сильно на ход. Но все, похоже, у него нет сил, чтобы так делать удары вот. Ну, а и сразу же он бежит на замену. Видно, что усталость какая-то накопилась. Держать ЕСК давить. Сегодня им хочется как можно больше забить. Я не знаю, чем это связано. Возможно, это голо. А посмотри, да, посмотри, кто их конкурент, сколько у них забитых. Может быть, они на это делают ставку, Костя? Или ты думаешь, рядом? Ну, в принципе, у них трое-то одинаково за эти какие-то пропущены. Вот. Вот на что они делают ставку. Вышли вперед. Ну, Спартак за трех отход. Ну, никто же не знает, как Спартак сегодня про заброс играет. Трое-то сыграло свою игру. Вот чем дело. А, не забивает. Ну, я, 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 я. Я близко был. Погладил. Погладил. Ну, не с той стороны, с которой ты делаешь. Перекладил. Да. Вот, наверное, который берет мяч, но... Терен сразу же разгоняется. Длинные. Побирает этот мяч. Вот. В принципе, да, не стернение решили. Яков, это чикер. Не получилось. А, оставили у себя мяч. Игроки триумфа. Через центр слишком усчитался он, поэтому и СК перекусывает. Это все. Идет индивидуальная техника Торцука. На Ерембелька отыграет. Там никого нет своих. Мяч достается в рущок. Спасибо. Тонко подметил, что, похоже, какой-то батл сегодня происходит. Соревнуйся, кто больше кого обыграет. Еременно. Какая комбинация. И это потрясающий добитый мяч. Мне кажется, который мог бы попасть в топ. Это очень классная комбинация, Костя. Да. Которая родилась буквально из ничего и было задействовано в одно касание. На 27-й минуте. Сокращает несколько этот отрыв. ЕСК. Игроки триумфа. Действительно, замечательные комбинации. Смотрим, чем ответить ЕСК. И ответить ей. Удар явно выше ворот. Они тоже хотели сделать интересную комбинацию. Я тебе скажу, Костя. Да. Но Массенко пробивает выше ворот. Игроки триумфа. Нужно там прессинговать. И, может быть, действительно это приведет к ошибке. Наш переход к ЕСК. Николай Сиенко. Как-то оригинально сыграл довольно-таки. Был типер. Домой, домой, домой. Домой, домой. Дальше, девочка. Держался передачу на обществе Еременко. Тем не менее, я считал с ЕСК. Да, стрел. Ай-яй-яй. Ну, такое нужно забивать-то. Зачем махты пострелить, Лёв? Чтобы мне за вратаря обижать, что ли? Я за вратаря. Лицом, 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 Лёв. Лицом, Лёв. Один. Один. Давай, 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 иди за. Петровский. Какое открывание? А, ну, увы. Далеко, далеко. Далеко. Да, да. Показывал ему ручьяк, куда будет открываться. Поняли друг друга, но не так отдалось этой причине, как хотелось. Интересно, а вот периодически разыгрывают. Не проходит этот прострел. Будет подавать угловой сейчас, коротенька. Ну, сразу разыгрывают. И вот скрипник пропускал на ручьяка. Но, похоже, они друг друга не поняли там. Бас налево на партнера дает. Открывается под него и Ременко, и пасечник. Ну, получилось, кстати, сыграть. Смотри. И вот был близок к другу. И вот сейчас та игра, которая любит триумф на контратаке. Ну, как возвращается, Ременко, посмотри. Да, и перекусит эту передачу. С самых ворот бежал. Отобрав, суки, дяков мяч. Плотная борьба, на самом деле. И это как тут, конечно, да. Просто галеодорит сегодня. Молодец. Продемонстрировал феноменальный голливой учебник. Забавным образом то, что все вложили усилия в этот фонарк. Но он здесь отдыхал изначально и потом. Прикольно. Он правильное место нашел, чтобы отдыхать. Да, да, да. Это правда. Кажется, там не надо и вовремя. Я хочу, я все. Получается-то у него. В итоге все-таки остановили. Игроки триумфа его продвижения. Переклатил минуцию. Удачу. Скрипник пытался пробиться. Назали ему борьбу. Не оставляет, но спокойно так. Васильника с мячом. И выиграл вернул обратно. Как Русяк прошел пасечка. Искребник сразу тоже ходил в похожем стиле. Аккуратненько влево. Перехватывает тут Нуцу и вот уже лежа доигрывает Масье. Сразу же разгоняется. Отлично, отлично будет. Да твою мать! Все сделал правильно, блять. Чуть-чуть не хватило там. Подсказывает парня, зачем ты мне его отдал? Лучше бы забивал и пятый. Я забивать не хочу. Это так, мы шутим немножко юмора от комментаторов. Рощак. Может надо Дьякова отдать. Как-то очень узко они расположились. Не расширяют вот эту четверку забитую. Забитую в смысле сузились очень сильно ЕСК здесь. И это работает сегодня. Потому что широко не играет. Триумф любит через средние зоны идти. Не это сказывается. С мячом. Интересно, что он придумает. Ну, не поняли друг друга немножко там. Коп и скрипник я так. Перекусили. Коп и скрипник. Вкусили. Слыши подключили. Вкусили. Назад. Позад. Тут уже отвечает триумф. Ну, не получилось зацепиться. Устанавливает. 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 И буквально в последний момент, на самом деле, перекусили в атаку, которая перспективно довольно-таки развивалась. Какой удар от Нуцу! И как голкипер здесь подошел? Брестяще загни витали. Еще один угловой ворот ЕСК. Заброс. Якова. И... ну чуть-чуть далековато отпустил Нуцу. Там сейчас стоит мяч. Решил пробить Яков. Он, в принципе, неплохое решение, учитывая то, что... Было на руках, так сказать, в этой ситуации. Ну откройтесь, но ребят! Не понимаю, куда отдавать. Все-таки принимает самое... Уравновешенное, так сказать, решение. Дальше заброс на Нуцу. И... ой-ой-ой! Каким-то чудесным образом все-таки получилось парировать. Второй раз. Ну, а то туда, конечно, мяч еле катился. Ну, удобно. Бил Нуцу. Перехватка. Рыщак. Подкатит мяч. Сразу же пытается разогнать свою атаку. Триумф. Недоволен Рыщак тем, что приходилось сделать такой спринт. И атака закончилась буквально такие. Аута в центре поля. Снова еще ключом все пробить. Почти с них спокойно блокируют. Семь минут остается у Триумфа для того, чтобы додавить. Надо сказать, что ЕСК. Не так намного и мячей забило в этом. Всего лишь один. Дай-дай-дай-дай-дай! Серёж первый! Первый. Но еще все-таки голкипер. И это внушающий рывок. Андрей. А это обе команды заинтересовались в 20-ти минутке, да? Да. А, сами поддержали. Я не видел когда-то. Спасибо. Он не проходит тогда. Не, мы успеваем. Чего? Это они захотели, да? Да. А Триумф поддержал? Ну да, это гол забивает Троцюк. Девятый мяч забивает. В этом поединке Троцюк, ДСК. И на тридцать четвертой минуте идет хитрик. Да. Отлично. Отобрать. Потому что не пройдет мяч, во-первых. Второй группа не пройдет. Зачем убрать? Тридцая и Рахо. Чуть внук 9-3. Можно сказать, не знаю, жалости сегодня ЕСК по отношению к Триумфу. Мы посмотрим у ДОС ли у ЕСК сохранить достаточное количество сил, чтобы навязать серьезные бои. Борьбу для СЛК. Да. Надо разгонять. Еременков обходит. И это гол. Еще один. Да. И Троцюк у нас забивает еще один мяч. А это уже четвертый. Да, четвертый. На тридцать с пятой минуте. Сейчас у нас 10-3. А сколько пастичник забил у нас? Каждый четыре. По четыре, да. По четыре, да. Каждый тридцать сегодня. Не сдается триумф. Казалось бы, при такой разнице в счете можно было бы и опустить кому-то другому руки, но команда показывает действительно волю, чтобы предоставить хорошую игру. И стараться выжить максимум из этого матча. Я, 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 я. Я думаю, есть все-таки какая-то травма небольшая, которая не дает покоя. Парируют руки. Это без проблем. Оставляет Еременко мяч в игре, но скрипник подбирает уже титры. Странно, что пытается разогнать эту атаку. Интересно. Ну что они придумали? Видите? Два в один, по сути, они выходили и вот как-то так вот оно получилось. Не совсем эффективно, результативно. В поле на ровном месте затыкается Еременко и ну чуть не забрал этот мяч себе. Видим, что уже в принципе не так много сил у триумфа осталось. Лево, лево, лево. С мячом в центре поля. Ищет, кому же отдать. А все в принципе зоны-то закорыты на самом деле. Нужно что-то экстраординарное предпринимать. И пробивал Петровский выше. Стали менять! Леша! Стали менять и стоите! Заколюшу с мячом. Сначала Картышкина. А тот напастник. Как-то грамотно открылся, но вот Дяков не дал развиться этой атаке. И грамотно блокировал передачу на Еременко. Муцу. Петровский. Есть зона для Дякова. Вот она. Вот этот шанс Дякова забить. Видел он, что периодически раскрывались. Можно сказать, раскрывалась калитка. Да. В этот раз она оказалась под контролем. Когда он пробил, она прикрылась. Что досадно для Триумфа и хорошо для СК. Картышкина. Трудно пробивает. Неудобный-то был удар. Технично он прошел. Заболел у него. Мужца, видимо, заболела. Держать контролирует, значит, триумф. Опустим триполе с мячом. Не понял. Сейчас мы друг друга с Петровским похожи. Показывай. Показывай. Детали, что нужно было с Дяковом обыгрываться. Естественно, с около двух минут. Даже меньше на самом деле уже. Не проходит. Прострел и удар. Наверное, удар. Угловой ЕСПА. ЕСПА. Придел мяч. Решил сыграть понадежно. Домой. Назовет не я. Закалежный. Можно бить. Удар. Скоренно говоря, мне не точный. Мне казалось сразу, что будет удар не точный, потому что все-таки он мяч далековато упустил. Он хочет передачу своего адресатору щак. Он получил по ногам и ставил мяч у себя. Пробил. Сразу будет удар. Бывает точная Ременко. Входит. Какой пас. Ну, тут, конечно, комбинация красивая получилась у ЕСКА. И Вадик у нас забивает свой мяч. На тридцать девятой минуте Ерошенко. Вадим. Забивает. Счет становится 11-3. В пользу есть. Да, восемь мячей разделяется. Были и загнили, на самом деле. Сейчас ручак там, чтобы поразить ворота. Ну, там отсюда не так хорошо видно. Возможно, все Виталий загнили. Там контролировал. И шансов-то не так было много. Понравилось играть красиво, мне кажется, и они подхватили эту традицию. Виталий, бей! Опасно так. Суровно ворот срезался мяч Рюшака. Все в порядке. Браво! Дяков. Ты проспешил бить? Да. Но выше ворот. Башка, башка! Башка, башка! 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 секунды до финального свистка как я понимаю а еще три минут и минут еще играть прострела петровский заблокирован прострел и угловой не проходит вял вял темп откровенно говоря триумф уставший сегодня оригинально иначе в игру петровский не знаю намеренно наверное что намеренно и сразу же и пробил вот без проблем забрал мяч да но голгипером все фиксируется и поэтому полюсного но не то что не точно болезнь и статкновение что там произошло я так и не понял как это произошло петровский пробрасывала ставок плотно ногу и получилось очень довольно таки болезненное столкновение я думаю что это не нарочно у вас сторона ванна как смотри я подключатся продолжается игра в общем и бывает аплодисменты фрп со стороны триумфа а к интересная передача и вот был бы язык на самом деле ярошенко к тому чтобы сделать дубы пуль ну подхватили подхватили яска и здесь уже вадим будет разгонять атаку есть два партнера для того чтобы обыграться так и делает и последний момент я к сегодня самое активное самом-то деле и забил превосходнейший мяч в девятку и тут мешал в принципе вот в принципе такое столкновение все-таки рефери понимает решение что фобода вторая игроке еска стрела ай 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 вот как будто чуть-чуть чего-то вот не хватает каких-то этих считанных миллисекунд на самом деле сегодня триумфу я думаю что это какая-то усталость все-таки сказывается на качестве игры однозначно и на том что не получается все моменты реализовывать это снова дьяков приходит на выручку а сразу же вот не проходит передачи закалюжный перехватывает и сбрасывает обратно на заглядя вот тут Варханка Вадима снова угрожал но снова приемом мяча подключил мы слышим недовольство капитана и организатора команды и изучить журналист листок 11-3 в пользу риска , , , , Продолжение следует...